Восвятая служба информации и телерадио компании Гомель, у студии праце Натальи Гнатенко, глядите ухэтым выпуску. На первые дни края назначила День Конституции. В урочистой обстановке юнакам и девчатам ручили первые пашпорты. Сегодня у музея Гомельского палацово-паркового ансамблю отбудется презентация выставы, присвященной юбилею газеты «Гомельская правда». А зараза б гэтым и иншим больш подрабязна. По вести о эксплуатации уникальное обсталявание по нафтоперапрацовцы и полностью завершить модернизацию предприемства. Такие задачи поставлены перед новым керавником Мазырского нафтоперапрацовчего завода. Напереда днепрезиденту сгаднил на гэтую посаду Виталя Паулова. Коллективу предприемства нового генерального директора представила керавник администрации президента Республики Беларусь Наталья Качанова. И она выказала упевненность, что на заводе добро примуть нового керавника и он сможет активно включиться в працу. Виталь Паулова працывал на МНПЗ каля 20 годов. До этого назначения он займал посаду наместника старшины концерна «Белнафтахим». Новый гендиректор отзначил, что теперь самое главное – больше худкое завершение модернизации. Например, с уведением эксплуатации комплексу гидрокрекингу глубину перепрацовки нафты тут планует повеличить до 90%. Завершение самого масштабного инвестпроекта на предприемстве заплановано на 2020 год. Керавництво завода упевнено, что это да поможет значительно повысить экономичную эффективность и нарастить прибыток. Сегодня старшиня Гомельского Абл-Выконкама плануя провести встречу с профсоюзным активом и представниками Союза наймальников. Ключевая тема – социальное партнерство и ход выполнения погоднения помеж Абл-Выконкамам, наймальниками и профсоюзами на 2016-2018 годы. Плануется, что в мероприемстве примутся дел старшиней Галиновых профсоюзов, керавники комитета и управления Абл-Выконкамам, областного союза наймальников, а так само организации и предприемствам. Подрабязности глядите в наших наступных выпусках. Напереды дни краина значила День Конституции. До этого дня промеркована патриотичная акция Белорусского союза молодцы «Мы, грамадяне Беларуси». В аурочистой обстановце юнакам и девчатам уручили по шпарты. Кроме того, каждому из них подарили экземпляр Конституции и выдание «Я, грамадянин Республики Беларусь». По областным грамадско-культурным центры их отримали амаль 30 наученцев, выдатников в учебы, переможцев и призеров республиканских конкурсов и предметных олимпиад. Вогуль аурочистые церемонии пройшли по всей области. Галовный документ «Грамадянин Республики Беларусь» уручили больше, как 400 юным жихарам региона. Сёння у музея Гомельского палацова-паркового ансамбля отбудется презентация выставы, присвеченная юбилею газеты «Гомельская правда». Каляста экспонатов расскажут об 100-годовым шляху самого старого друкованного выданья Беларуси. У саковику 1917-го журналисты писали об сборы сродков для потреб Городского совета. У красавику 19-го – об контрреволюционным терроры. У мая 45-го веншевали гамельчан с днём перемоги. У красавику 61-го поведомляли об первом полёте человека в космос. На протягу 100-годов «Гомельская правда» изменяла некальки назвав. Известие Гомельского совета рабочих и солдатских депутатов, путь советов «Полеская правда». Але увесь час журналисты выданни мкнулись писать об самым актуальным. Сёння на запашенный материал з'является свой особливым летописом историчных падей, что отбывалися за пошние десяти годзе. Разом с ксерокопиями номеров разных часов в экспозиции представлены профессийная друкованная техника, импровизованный кабинет редактора, юбилейные значки и узнагороды, якие у разной часы отрымливали журналисты «Гомельской правды». Хотела, чтобы человек, который пришел на выставку, попал в редакцию газеты, чтобы он увидел, чем работали журналисты, как работал секретарь, какие предметы использовались в работе, в подготовке газеты к печати. И опошние. Як поведомили у областным гидромедцентры, на больший час ци территории Гомельщины сегодня чекаются короткочасовые опадки в выгляде дождей, мокрого снегу. Температура поветра в день максимально уздымится до плюс четырех восьми градусов. В пятницу будет переважно без опадков. В ночи и в день на особных участках дорог макчима гололедится. Температура поветра в ночи в складе от нуля до минус пяти градусов. В день чекается до пяти десяти тепла. На выходных будет переважно в облачное надворье. В особных районах макчимы короткочасовые опадки. Слубки термометра упакажут до плюс трех в ночи, до восьми тепла в день. ГТ, а так сама иншая новины, вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.civergomil.by. На этом выпуск завершен. У студии працавала Наталья Игнаценко. Мы сочем с развитием по дейу Гомелью в области. Заставайтесь с нами.